Отец Александр, каждый священник это по эстафете от апостолов носитель Духа Святого и проводник Духа Святого. Как так получается, что такие люди, которые находятся очень часто в молитве, проводят литургии, ну причащаются на каждой литургии, не всегда, мягко выражаясь, живут по-божески. Иногда даже прямо противоположно. Вот то, что у нас в стране сейчас происходит, Дух Святой, который сходит на человека, он должен его вразумлять, очищать его душу. А получается, что не так. Если там обычному человеку можно сказать, ты там мало или неправильно молишься, не участвуешь в таинствах, не каешься, то будет понятно, почему он неправильно себя ведет. Но священство, оно должно бы быть носителем Духа Святого, а выходит, что нет. Вот это вот такая загадка. Люди не понимают, да? Как так получается, да люди не понимают, что люди, которые находятся в эпицентре духовной благодати, а ведут себя не по-божески. Почему благодать не действует так, да? Ну да. Или почему они так ведут себя? Иногда они даже и совсем как бы не с Богом. Или почему-то благодать, что они раздают, не на всех действует. Почему они на них прежде всего не действуют? Они должны быть образцом? Должны. Между должны и есть существует разница везде. Кроме Бога. То есть у Бога нет разницы. Только Господь, ты бы един безрежен. Безрехай себе. Мы начнем, пожалуй, скажем так. Человек вообще сам по себе проводник божественной благодати. Священник проводник спасительной божественной благодати. Ну это через таинство, которое он преподает. Все мы должны быть образом духовной жизни. Все люди. Потому что для того, чтобы войти в Царство Небесное, а наша жизнь под этого как вечности, то ты не скажешь, что я там, почему ты не исполнил ту заповедь, или ту нарушил, или это. А я же не батюшка, я же не священник. Или о батюшке тоже делать и так, и так, и так. Поймите, там перед Богом не будет такого. Господь требует исполнения заповедей от всех. Всех. Абсолютно. Просто от священников больше. Потому что их осознание больше. И кому-то намного осталось, требуется много. И следующее, что? Помним ангелов. Ведь Деница, он же был с Богом. Они же бесы, они веруют, они знают. То есть, если она поняла, они с Богом были, они общались с Богом. Они видели ту красоту, они испытывали то блаженство. И что сказал апостол? И трепещут. То есть, они не меняются. Они осознанно не меняются. Вопрос. Оно же должно было быть. Либо Бог что-то не то. Может, Бог виноват. Или, может, они, их выбор был. Но мы понимаем, сколько ангелов огромное множество. Они рядом с Богом были и отпали. Адам и Ева тоже были. Тоже отпали. Послушали сатану. Среди апостолов нашелся Иуда. То есть, Господь, может, таким образом показал, что каждый 12-й будет подлец. Ну, то есть, считайте, почти около 10-ти процентов. Вот из 100, допустим, 8. Но этих 8-ми, даже 5-ти. Даже троих. Хватит, чтобы показывать по телевизору. Скажут, что все такие. Но мы же должны абстрагироваться. Мы же должны понимать еще, что, допустим, Сырахов пишет. Не ищи чести в бесчестии отца твоего. Ибо нет тебе чести в его бесчестии. То есть, нередко мы ковыряемся, потому что нам это нравится. Ну, раз он ниже, значит, я уже не такой плохой. О чем мы любим судить других людей. А раз батюшка делает, значит, и мне можно. Ну, он же делает, и мне ничего. Понимаете, но если батюшка бьет целую в стенку, то ты не знаешь, что ты будешь биться, и тебе ничего не будет. Ты тоже получишь. То есть, это не оправдание. Кто бы там что ни делал, это не оправдание. И чести в бесчестии отца твоего, а кто такой отец? Это не просто папа. Это и духовные наставники, и командир, и начальник. То есть, все старше по званию и существенно по возрасту. Это все входят в понятие отец и мать. Взять, например, две книги написать. Одну, труды батюшки. А вторую, грехи батюшки. Как вы считаете, какой лучше успех будет иметь книга? Понятно, да? И смотрите, когда начинаешь рассказывать о человеке хорошо, не только о батюшке, люди начинают зевать, скучать. А только что-то плохое там рассказываешь, сразу хоп, оживился. Это натура. Это говорит о том, что у человека большие проблемы с душой. Если ему приятно слышать плохое от других, если он слышит, что-то вот тут какая-то внутри радость, хоть даже как молния может пролететь, знаете, как? Злорадство еще называется. Либо кому-то кто-то попал в какую-то беду, либо кто-то что-то делает не так. И вот если почувствовал эту, хотя бы чуть-чуть, на секунду радость, проблемы с душой уже есть, серьезные. Или наоборот, когда тебе зависть и неприятно, когда ты слышишь хорошо о других. Хотя бы об одном из человеков. Ну, бывает такое, что достижение другого человека или его там счастье начинает раздражать. А неудача начинает радовать. Бывает? Бывает. Так вот, надо в первую очередь бороться с этим. А то, что священники, ну как сказать, есть такие, но есть почему-то на тех, которые большинство, почему-то на них не акцентируют внимание. Как будто их нет. Ну так и. И батюшка, допустим, сделал там то-то, что-то не то, то-то. Но кто подойдет, скажет, а он еще знаете, сколько хорошего сделал? А вы бы на его месте как? Вы думаете, что вы стали бы на место священника? То вы лучше бы были? А может и хуже? И еще скажу, что кто в нашей шкуре не был, тот нас не поймет. Знаете, кто не был солдатом, тот не знает, что это такое. Кто не рожал, тот тоже не поймет, что это такое. Так вот и здесь, что благодать благодатью, но искушение никто не отменял. То есть Господь не отменял искушение. Поймите, что наличие благодати, люди обычно думают, благодать есть, значит, искушения нету, там легко быть. А в чем он так поступает? Скажу так примерно, что если ты стреляешь противника, он долго будет терпеть, чтобы ты по нему стрелял все время. Он будет как-то пытаться тебя нейтрализовать. А когда ты не стреляешь, так и он не стреляет. Так вот и в духовной жизни то же самое. Ведь вспомним апостол Павел. Ну, казалось бы, он до третьего неба был взят, с Господом разговаривал, Божью Матерь видел, воскресал людей, видел будущее, читал мысли. Ну, представьте, сколько всего он... И как он говорит, что дано мне жало в плоть, ангел сатаны мучил меня. Я три раза просил, чтобы Господь избавил. Но Господь сказал, довольность тебя, той благодати, что я тебе дал. Довольно. То есть там хватит, для тебя, для развития, как раз хватит, ни больше, ни меньше. Больше уже не поможет. И говорит, это для того, чтобы я не превозносился чрезмерностью откровений. Ну, по преданию, в него сильно болели глаза. И Бог, Господь допустил ему, весу разрешил искушать, таким мог причинять боль. Понимаете? То же самое и вот. И каким бы ты ни был святым, каким бы ты... Все равно есть равноценный выбор, пойти туда или пойти туда. Таких выборов огромное множество. И чтобы не споткнуться где-нибудь на одном из этих выборов, это непросто на самом деле. Потому разные священники. Одни радуют, ну, каются, да, то есть от немощи. Другие могут просто смириться с этим и опустить руки. Некоторые могут быть даже специально делают так. Ну, допустим, было в советское время, засылали священнику, ну, специально вендерялись, и их прикрывали. То есть их никто не депрессировал, никто не трогал там из властей. Их задача была компрометировать священство. Жили богато, ездил на машинах там. То есть он делал все, чтобы показать, чтобы люди... чтобы потом его показывали, видите, вот ваши священники. Вот они, вот. Так сколько вы... Всегда задавайтесь вопросом, сколько процентов соотношений есть... Вот вы знаете священнику процентном соотношении? Вот из того священника, у которого есть. Это не трудно узнать статистику. А теперь из тех, кого вы даже знаете, вы уверены, что вы их знаете? Я вам скажу, мы себя не знаем. Если честно, когда особенно человек говорит, да нет, я этого не сделаю. Так, говорю, так Петр говорил, что он тоже этого не сделает, если все сделает. Вы бы говорите. То есть, когда человек начинает, он даже может и не знать того, что у него есть. И Господь, он, Петр тоже был уверен, что он не отречется. Он уверен был. Ах, оба получилось. Как он, он даже не заметил. Так и вы тоже можете не заметить этого. Потому, поймите, это жизнь. Это жизнь натуральная, настоящая жизнь. Это идет война. Апостол пишет. Идет война. А на войне, почему тогда, мы задаемся вопрос, почему офицеры ошибаются? Ну, он же жучился там. Что он, ошибается, ошибается. Есть, которые предают. Офицеры есть такие? Есть. Есть, которые попадают в плен и остаются до конца присяги верны. А есть, которые из-за страха начинают работать на противника против своей стороны. Есть и такое. То есть, есть все оно такое в жизни. То же самое среди священников. Благодать благодатью. Но, понимите, чем больше благодать, тем больше искушений. Так что соотношение процентность остается примерно тем же самым. Благодатью равновешивается. Да, да. Ну, вот я говорю, мы же в детстве много чего думали. Вот вырасту, я вот его сделаю. А потом, когда вырастаем, мы понимаем, что, ага, не так-то просто. То, что я представлял, это одно, а то, что в жизни, это другое. Я, например, не думал, что в армии так сложно будет. Я думаю, пойду, ох, там, в детстве мечтал. А потом, то же самое в священстве. Я не думал, что так сложно. На самом деле, это намного сложнее. То, что я представлял, то можно выкинуть из того, что на самом деле. Но, я тогда, в тот момент, судил по своему представлению, каким должен быть священник, без учета того, что я знаю сейчас. Например, чем больше я живу, тем меньше осуждаю людей. Вот когда мы можем понять учителя? Когда станем на место учителя? И тогда все то, что мы делали по отношению к учителю, плохое, пропускаем через свое сердце. Но мы думаем, что учителю легко. Вот шкуляш, он сидит себе, это мы должны писать, кряхтеть, а ему не надо писать. Он диктует. Вот бы хорошо диктовать. Ну, понимаете, мы вообще не представляем. Или где-то учитель ошибся. Бывает же, что ошибся учитель. А потом ты же понимаешь, что есть такие моменты, он сидит, там или учит, да, но нормально выглядит. А оказывается, он больной и просто скрывает это. И потом ты, когда на месте тоже, ты представляешь, насколько тебе тяжело. И как тяжело, чтобы ты, допустим, кто-то там не слушает, кто-то кричит, кто-то, то есть, может быть, и ты ему сто раз говоришь, а он ему сто раз не делает. Тогда начинает учитель срываться, где-то может быть, ну, как сказать, может и ударить, может и оскорбить. Но это, как бы сказать, тут тоже надо понимать, что ему тяжело, это когда поймешь на его месте. То, что поступок неправильный, но надо тоже как-то снисходительно. А так вообще, лучше, вместо осуждения, лучше молиться. Господи, помоги, потому что от священников зависит много чего, что происходит сейчас. То есть, если мы еще их осуждаем, то еще хуже, еще подливаем масло в огонь. Как говорил Господь, что вы строите гробницы пророкам, которых убили отцы ваши, говорите, что если бы мы были в их дни, то не были участниками убийства пророков. И он говорит, порождение Ехидины, вы сами свидетельствуйте против себя, дополняйте же миру отцов ваших. Перевожу. Значит, Ехидина может кого родить? Ехидину. Правильно? Значит, это ваши отцы, а вы их дети, гены-то у них ваши, и вы говорите, что вы в их дни не делали бы? То есть, говорит, вы безумные, у них же ваши гены есть. И предупредил, дополняйте меру, то есть, что они убили пророков, а вы убьете меня. Так оно и получилось. Вместо того, чтобы говорить, что Господи, прости наших отцов и помоги нам не делать того, что делали отцы наши. А священники, они же тоже, поймите, они тоже, у них мама с папой, то есть, священники, чтобы вы понимали, это лицо народа. Священники, и учителя, и правители. Это зеркальное отображение народа. Плохие священники, значит, плохой народ. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Вы осуждая их, вы осуждаете сами себя, свой народ осуждаете. Усугубляйте положение, когда бы мы, наоборот, пример же, ной. Яркий пример. Два сына наследовали благословение, не осудив отца и даже не посмотрев на него наготу. А прикрыл, то есть, они прикрыли, то есть, что возможно, это и мы так должны поступать, что, где-то заступиться за человека, прикрыть, знаете, можно не осуждать человека, но просто промолчать. Ну, просто, знаете, как бы, вроде бы, не грешишь, но как-то так тоже получается, душок такой нехороший был. И вот они прикрыли, прикрыли нату, чтобы не распространялось это дальше, потому что нищие чести, бесчестие отца твоего. И они наследовали благословение, их рода дальше, а хам, его потомки, наследовали проклятие. Так вот, эту историю не забывайте и помните о ней, что с того времени в этом отношении ничего не поменялось. Ничего. Потом вы не знаете, почему у вас скорби, болезни, неудачи и в ваших детей и так далее, и так далее. То есть, вот это все злословия, пересуды, проклятия даже простых людей, не говоря уже, более высокопоставленных. Александра, научите, как не осуждать священство, которое в наши дни с бензопилами и повалдами вскрывает храмы, сбивает людей, как их не осуждать? Мы должны осуждать поступок, но не человека. Осуждение это, ну, оценка. Мы же не можем сказать, что они правильно сделали. Это неправильный поступок. Ну, что значит? Ну, больной человек. Ну, когда человек больной, мы же не судим его, не смеемся с него. Не это. Больной, ему надо лечить. Господи, по-моему, вылечится. Ну, так, а как еще? Ну, и помним, что ничего просто так не бывает. Это я вообще к себе в первую очередь применяю. Потому что, помните, мы говорили, что первое условие успешного человека это искать причину в себе, а не вне. Если что-то происходит со мной, кто-то мне что-то сделал плохое, то я понимаю, что Господь не просто мне это все попустил. Ведь человек успешный, он старается, ну, психологи успешный, он старается из каждой нехорошей ситуации извлечь пользу. Даже с нехорошей. А неудачник, он из хорошей особо. И третье, это что надо акцентировать больше внимания на решении проблемы, а не на самой проблеме. Ну, что мы будем это болтать, болтать, что то такое, это то. У нас же постоянно об этом и говорят. Только вот, но у нас не говорят, что делать конкретно. Или по-настоящему какие-то, или дают их что-то ложное. Надо еще что. Смотрите, вот человек, существо с даром абстрагирования. Абстрагирование это способность, это удаление. То есть, вот ты возле стенки стоишь, что ты видишь? То есть, какую-то часть. Отходишь, ты видишь больше, больше, больше. То же самое здесь. Нельзя судить о картине, если ты не всю картину видишь. Даже один пазл можешь не увидеть, и он сыграет. Как бы, ему надо отойти назад, чтобы посмотреть. Вот так же самое, чтобы судить о человеке, надо знать все. А все знать только Бог. Почему апостол пишет, не судите, моляю, братья, не судите прежде времени, доколе не придет Христос. И тогда явятся тайные помышления каждого. И каждому будет награда. То есть, тайные помышления, например, человек сделал что-то хорошее, а помышления у него были корыстные, или тщеславные. Человек сделал что-то плохое, а намерения его были, добрые, благие. И мы осудили как? Мы же судим по наружности, а Бог может судить по всему. Поэтому апостол пишет, что не судите, потому что тайное помышление даже сам тот человек не знает себя, а вы тем более его не знаете. Но есть три способности, три вида абстрагирования. Когда бьют палкой, понятно, что кто-то палку держит, правда? Человек в первой степени это тот, который видит палку. И вся реакция его на палку направлена. Со второй степенью человек понимает, что кто-то держит эту палку, что не сама палка бьет. Ну, к примеру, да? Значит, если бы тот не брал в руки эту палку и не бил бы меня, то ничего бы не было. Палка бы себе лежала бы, как лежит. А третья самая высшая. Теперь догадайтесь, что за третий человек что видит с третьей способностью? с третьей степенью. А в первом себе, почему его бьют палку? Он видит того, кто стоит за тем человеком, кто бьет палку. Понимаете? И вот когда мы научимся вот этому абстрагированию такому, то намного меньше мы будем осуждать, намного меньше будем делать ошибок и намного меньше нами смогут манипулировать. Есть еще другой шахматный принцип. У кого больше шансов выиграть или кто выиграет? У того, у кого фигур больше по количеству или у того, у кого больше фигур по качеству? А третье надо учитывать структуру, потому что принцип поставил мат и не важно сколько у тебя фигур. Я видел в партии, где ставил мат с одним королем и с одной пешкой. Ставил мат противника и у него несколько фигур. Намного больше было. Как он поставил? Взял и поставил. Конечно, надо учитывать и количество, и качество, и структуру. все но в конечном итоге кто выиграет. Так вот мы должны рассуждать, а это чтобы рассуждать надо думать. Надо прикладывать усилия, это неприятно. Легче готовое что-то. Легче получить с телевизора, с интернета готовые стереотипы, как надо думать, что надо говорить. Кто прав, кто виноват. Где белое, а где черное. а чтобы взять самому подумать, вот зато Бог нам и попускает, что нам манипулирует, за то, что не хотим сами. А святое место пусто не бывает. Не будешь хозяином самого себя, обязательно кто-то будет хозяином твоим. Настолько, насколько ты не хозяин себя. Вот наполовину ты не хозяин своей души, значит кто-то наполовину будет обязательно и хозяин. И ты ничего не сделаешь, и будешь кричать, что это не справедливо, там, шоб ты не хоть в Агстский суд подавай. Пока собой не будешь обладать, то будет обладать тобой кто-то другой.